Добрый день, уважаемые телезрители канала RTN. С вами Ари Каган в программе «Городские новости Нью-Йорка». Сводки с фронта борьбы с коронавирусной эпидемией. По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, за 17 июля в госпиталях штата находились 354 пациента с диагнозом коронавирус. Всего лишь неделю тому назад средний уровень позитивных результатов тестов на коронавирус был 0,63%. И вот уже 17 июля этот уровень позитивных результатов тестов на COVID-19 в штате Нью-Йорк уже 1,51%. То есть налицо рост случаев заражения коронавирусом. Четыре смертных случая от COVID-19 зарегистрированы 17 июля. Наиболее тревожная ситуация сложилась на Стетен-Айленде. Здесь средний уровень заражений 17 июля был 1,88%, почти 2%. И власти города и штата Нью-Йорк говорят, что уровень вакцинации на острове 34%, самый низкий в городе. Аналогичная ситуация с ростом новых случаев заражения наблюдается и в некоторых других штатах Америки. Особенно в таких штатах, как Миссури, Калифорния, Луизиана, Флорида, Арканзас и Невада. Здесь следует заметить, что более 98% новых случаев заражения коронавирусом именно новым мутировавшимся вариантом этой болезни. Дельта-вариант, пришедшим в Америку из Индии. Департаменты здравоохранения города и штата Нью-Йорк бьют тревогу. И некоторые политики и средства массовой информации Нью-Йорка уже призывают восстановить обязательное ношение масок и лицевых покрытий не только в общественном транспорте и учреждениях здравоохранения, но и внутри любых помещений. Пока и губернатор штата Эндрю Куома, и мэр города Билл-де-Блазио выступают против ужесточения режима коронавирусной эпидемии. Продолжается массовая вакцинация населения. Разрешено делать вакцины от COVID-19 компанией Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson всем нью-йоркцам в возрасте старше 12 лет. Только в возрасте от 12 до 17 лет нью-йоркцы должны приходить в сопровождении своих родителей. Сейчас вакцины от COVID-19 доступны в сотнях мест по всему городу, как в городских центрах, так и во многочисленных сетях аптек. На протяжении последних 12 лет на Статен-Айленде проходит мемориальный заезд мотоциклистов в памяти убитого полицейского детектива Руслана Тимошенко, погибшего при исполнении служебного долга в 2007 году. И вчера не было исключением. 100 мотоциклистов приняли участие в этом мемориальном ежегодном заезде, который начался на Статен-Айленде, на бульваре Фазер-Кападана-Бульвар. Потом через мост Верозана приехали в Бруклин, к 71-му участку, где Руслан служил, и затем вернулись обратно на Статен-Айленд, к дому его родителей Татьяны и Леонида Тимошенко. И также подъехали к школе Руслана Тоттенвилл Хайл Скул. Главная цель этого необычного заезда – почтить память убитого полицейского Руслана Тимошенко и выразить признательность всем стражам порядка, которые рискуют жизнью для обеспечения нашей безопасности. Вчера сенатор США Чарльз Шумер провел на своей традиционной воскресной пресс-конференции, он сообщил прессе и призвал Госдепартамент США увеличить число сотрудников паспортного отдела и сообщил, что очень серьезно сложилась ситуация с задержкой в оформлении паспортов США. Он призвал также Госдепартамент не только увеличить число сотрудников паспортного отдела, но и увеличить бюджет на оформление паспортов США. Сейчас средний срок ожидания нового паспорта 18 недель, а ведь еще примерно год назад было не более 6 недель. И даже за дополнительную плату в 60 долларов, чтобы ускоренно получить новый паспорт, все равно нужно ждать минимум 2 месяца. Причин такой ситуации несколько, в том числе коронавирусная эпидемия. Сотрудники паспортного отдела Госдепартамента работали из дома, оформляли все через интернет, что конечно продлевало сроки оформления паспортов. Ну а также резкое увеличение числа заявлений на эти паспорта в связи с увеличением числа авиаперелетов и других поездок, в том числе за рубеж, в связи с уменьшением размахов эпидемии. Поступает масса жалоб и есть масса проблем у тысяч американцев, в том числе конечно же и у нью-йоркцев. Чарльз Шумер назвал сложившуюся ситуацию абсолютно неприемлемой и призвал Госдепартамент США принять срочные меры для радикального изменения ситуации. С сегодняшнего дня началась очень популярная неделя ресторанов Нью-Йорка. Нью-Йорк Сити Ресторан Уик. В ней участвует 500 ресторанов в 75 микрорайонах города. В отличие от прежних лет, эта неделя ресторанов будет не 7 дней длиться, а 5 недель до 22 августа. И проводится она уже 29 раз подряд каждый год. В рамках этой программы ланч будет предлагаться не дороже, чем за 21 доллар, ужин не дороже, чем за 39 долларов. И впервые разрешили ресторанам, если они предлагают 3 блюда или более, включая фирменное блюдо ресторана, а также бокал вина, то могут брать посетители и 125 долларов. Городские власти обещают популяризировать все рестораны, участники этой недели ресторанов на своем веб-сайте. И будут предлагаться блюда, кухонь 50 стран мира. В том числе, например, и русская кухня, украинская кухня, еврейская кухня и многие другие. Так что спешите посетить рестораны и помочь малым бизнесам Нью-Йорка в это трудное время. Такие новости были на сегодняшний день, на данный момент. С вами был Арий Каган в программе «Городские новости». Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова